Вы знаете, дорогие зрители, у нас ежедневно меняются гости, и это так разнообразно, и выбираем мы их тоже. Очень интересно. Всегда каждый говорит о том, кого бы он хотел видеть в студии. Вот, например, в последний день, это в неделе рабочей пятницы, Александр проявил интерес к нашему следующему гостю. Я его сейчас с удовольствием представлю. Это Николай Осинний, профессор кафедры земледелия и агрохимии, биоресурсов и природопользования КФУ. При том, что Александр очень сильно хотел пообщаться, поэтому если я сегодня немножечко буду от него отставать, вы не думайте, что я не подготовлена, просто уступаю ему и передаю эстафету. Спасибо большое, Тоня. Доброе утро. Николай Григорьевич, первый вопрос. Скажите, вы когда-нибудь что-нибудь теряли? Ну, сказать, чтобы терял, не совсем правильно было. После завершения каких-то мероприятий что-то временно забывал и находил сразу. Самое главное всегда найти. Мы вас сегодня позвали по другому поводу. Крайне обеспокоены. Ноябрь месяц, дождей нет, земля сухая, просто как порох. Чем это грозит полуострову? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что аграрии Крыма, как никогда в текущем году, своевременно и качественно провели работы по подготовке почвы, по размещению озимых культур. Это именно с ними связано сейчас беспокойство по севу их. И, конечно же, надеялись на получение дружинных сходов. Но мы не всегда учитываем то, что находимся в зоне рискованного земледелия, где каждые два, а то и три года из пяти – это засушливее. Засухи в различный период проявляются. И вот в текущем году, к сожалению, такая засуха проявилась. Сейчас в течение трех месяцев последних, включая первую декаду ноября, на территории, например, Симферопольского района, мы получили всего 19,6 миллиметра осадков, при среднем многолетнем – 116. То есть в шесть раз меньше. А это очень рискованное положение, в которое поставлены посевы озимых культур. Николай Григорьевич, вот мы с вами наверняка знаем, что такое озимые, а вот Тоня, я уверен, что не знает. Могли бы вы пояснить, что такое озимые культуры для тех, кто не в курсе? – Ну, речь сейчас более конкретно идет об озимых зерновых культурах. Так вот, зерновые культуры озимые – это те, которые необходимо высевать осенью с тем, чтобы получить всходы. Посевы раскустились и в период пониженных температур прошли яровизации. И только в этом случае они в следующем году, то есть с весны, формируют хороший урожай. Вот самая отличительная особенность. – Ну, расскажите, что же предпринимать в таких случаях? То есть, ну да, действительно засушливо. Ну, у нас же есть всегда выходы. Вы ведь в КФУ разрабатываете такие системы. Вы знаете, есть решения, которые трудно подкорректировать, имеется в виду природы. Вот и в этом случае при соблюдении всех названных элементов, о которых я сказал, которые проверили крымчане, В настоящее время, можно сказать, есть три категории таких посевов. Часть всходов было получено и уже началось скущение, например, воззимой ячменя в посевах конца сентября месяца, где раньше выпали осадки, а также в данном случае, если говорить о Крыме, на территории Черноморского, Раздольнинского, Сахского районов, где всходы уже получены. И там растение продолжает нормально развиваться. И надеемся, что там будет в дальнейшем формироваться нормальный урожай. Вторая категория – это посевы, когда сев проведен в неравномерную увлажненную почву в силу природных таких ситуаций. И, как выражается сельхозпроизводители, рваные всходы, неравномерные всходы получены. И вот там, где эти всходы получены, и часть только проросла, либо набухла, спровоцировалась. И сейчас, ввиду того, что тепло было в ноябре месяце, могут развиваться плесневые заболевания. Но аграрии протравили все семена. Поэтому надеемся, что это будет минимальный. И есть третья категория – это семена, заделанные в сухую почву в силу того, что осадков не было. Они лежат сейчас спокойно. И мы надеемся, что в конце ноября, в начале декабря все-таки осадки выпадут. И всходы будут получены. Спасибо большое. Вообще, на самом деле, у нас немножечко ограничено время. Рассказ был интересный. Я думаю, что никак не повлияет такой засушливый период действительно на сбор нашего урожая. Ну и, конечно, уже восход. Но наш эфир продолжается, и стоит двигаться дальше. А я напоминаю, что в гостях у нас был Николай Осений, профессор кафедры земледелия и агрохимии. Большое вам спасибо, Николай Григорьевич. Вы успокоили крымчан, а то уже началась паника. Спасибо вам. И хорошего урожая. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...